Всем привет! Это подробный гайд-инструкция про визаран из Ничанга в Лаос. Здесь я расскажу о том, сколько это стоит, на чем ехать, какие документы вам понадобятся, что брать с собой, кому подойдет такой визаран, а кому нет. В общем, все, что вам нужно знать перед поездкой. Что же такое вьетнамский визаран? Это законный способ продлить пребывание на один месяц, покинув страну и вернувшись обратно. Вы можете вылететь на самолете в Таиланд, Малайзию или куда-нибудь еще, либо сэкономить деньги и съездить в Лаос. Я ездил в Лаос уже три раза, и мне есть, что вам рассказать. Первое, о чем вам стоит задуматься, на чем поехать. Есть два варианта, сидя и лежа. Сидячих вариантов два. Микроавтобус и лимузин. Не тот лимузин, о котором вы подумали, а вот этот. Самостоятельные варианты визарана на авто или байке здесь рассматривать я не буду. Итак, микроавтобус. Это самый дешевый способ продлить визу. Стоит он от 40 долларов. Что же вы получаете за эти деньги? Экономию. Ну и серьезные испытания. Практически сутки вы будете ехать в сидячем положении, о возможности выспаться вам сразу стоит забыть. Ни Wi-Fi, ни личного кондиционера, ни разъема для зарядки телефона и туалета у вас не будет. Лимузин. Это чуть более прокачанная версия микроавтобуса. Здесь широкие и удобные кресла, вдвое меньше пассажиров. Минусы все те же, да еще и цена высокая. И ехать сутки все так же очень тяжело. Эти два варианта я вам крайне не советую. Идем дальше. Лежачий вариант. Это то, на что вам стоит обратить внимание. Обычный слебас. Точнее, это прокачанный обычный, почти VIP, но не VIP. Стоит от 50 долларов. У вас будет личное кресло-кровать, которое фиксируется в лежачем и полусидячем положениях. В отличие от микроавтобусов, здесь можно полноценно спать. Также у вас будут шторки, сможете закрыться от окружающих, почувствовать себя как дома. У вас будут два разъема USB Type-A для зарядки телефона, нового телепланшета, кондиционер над головой, подсветка, бесплатный Wi-Fi на весь автобус, бутылочка воды и плед, если вам будет холодно. На таком я ездил дважды и поеду еще. Из минусов. Нет туалета, мало места по ширине. Комфортно развалиться у вас не получится. В тех слипах, на которых ездил я, места в длину мне хватало. При росте 180 в ногах у меня оставалось 10-15 сантиметров. И последний вариант. Король вьетнамских дорог. VIP-слип-бас. Цена у него начинается от 70 долларов. Тут вы получаете все то же самое, что в обычном слипе, только места и комфорта у вас будет больше. А еще у вас в автобусе будет туалет, что очень важно. Едут все варианты по времени одинаково. 22-24 часа. Едут аккуратно, не спеша, бояться вам не стоит. Останавливаются каждые 2-3 часа на туалет и обед. Места на слип-бас разбирают очень быстро, поэтому не тяните время и заказывайте заранее. В телеграме много контактов людей, которые организуют пизораны в Лаос. Учитывайте, что поездка в Лаос и обратно все равно непростая, даже на VIP-слип-басе. Если у вас есть маленькие дети или вам тяжело ходить на дальние расстояния, о чем я расскажу дальше, лучше рассмотрите другие варианты. Второе, о чем вам стоит задуматься заранее, оформление e-визы. Она дает вам возможность находиться на территории Вьетнама 30 дней. Оформить ее можно на официальном сайте Департамента иммиграции Вьетнама. Ссылку оставил в описании. Заполнение несложное. Ссылку на образец оставлю также в описании. e-виза стоит 25 долларов, оплачивается только иностранной картой. Если у вас возникнут проблемы с оформлением, либо с оплатой, напишите мне в телеграм, я помогу вам ее оформить. Важно! Заполняйте e-визу заранее, за 5-10 дней до въезда во Вьетнам. Если ваша e-виза не будет готова к моменту перехода границы, то вы можете въехать по штампу на 15 дней. Актуально только для россиян. Итак, вы оформили e-визу и заплатили за место в Слебасе. Собираем вещи. Что же с собой взять? Начнем с документов. Вам нужно взять с собой загранпаспорт и распечатанную e-визу во Вьетнам. Визу в Лаос россиянам не нужна. Деньги. На границе Фобо стоит 35 тысяч донгов. Там же вы можете купить баньми, мороженое, напитки. Возможно, вам захочется полноценно пообедать на обратном пути и добавьте еще 1050-60. Вьетнамский пограничник на выходе и входе просит у вас по 50 тысяч донгов чаевыми. Давать или не давать, решайте сами. Если дать, штамп ставят очень быстро. Если нет, могут задержать минут на 5. Одежда. Советую взять с собой легкую куртку или кофту. Ночью и утром на границе прохладно. Можете поехать сразу в штанах, чтобы точно не замерзнуть. Я езжу в шортах. Еда. Возьмите с собой еду для перекусов, например, орехи, печеньки, бутерброды. Возьмите с собой воды. Не забудьте взять ручку для заполнения анкеты в Лаосе. Возьмите наушники и обязательно подушку для путешествий. Шея вам скажет спасибо. Купите в любой аптеке вот такие таблетки от укачивания, даже если вас не укачивают. Они неплохо усыпляют. Вы полностью укомплектованы и готовы к визарану. Что вам нужно знать еще? Вы езжаете из Ничанга вы вечером, часов 8. К 4-5 утра вы будете на месте. К 7 часам открывается граница. На погранпункте в Лаосе берите такую анкету и заполняйте данные по этому образцу. Идти туда-обратно вам придется около 3,5 километров по холмам. К 8 вечера вы будете дома. Подведу итоги. Конечно, визаран не самое приятное времяпрепровождение, но зато самый бюджетный способ продлить законное пребывание во Вьетнаме. Суммарно на визу и на слебас у меня уходит около 80 долларов. Как долго нам придется продлеваться таким способом, никто не знает. Поэтому, как говорится, поживем, увидим. Ставьте лайк этому видео и напишите в комментариях, нужно ли давать пограничникам чаевые или это неправильно.